В период пандемии медицинские работники скорой первыми спешат на помощь, когда человек жалуется на высокую температуру, одышку, возможные симптомы коронавирусной инфекции. Помогают они и тем, у кого случился сердечный приступ. За сутки бригада выезжает к жителям от 10, а сейчас во время второй волны ковид и до 18 раз. Сколько вызовов, кстати? Ну, в субботу было 76. Офигеть. Сегодня 63 или 4 с утра сдали бригаду. Вызову много, работаем. Игорь Завьялов, фельдшер скорой. Сегодня командирован на усиление в службу неотложной помощи. На станции, можно сказать, в гостях. Забежал во время своего обеда. Вот и интересуется, как коллеги справляются с нагрузкой. Без камеры, признается, скучает по динамике работы на скорой. Работать на приеме, сидеть, вот это как раз не мое. Мне, в общем-то, нужна динамика, смена места, движение и суточный график работы. Я настолько к нему привык. И он мне не мешает. И я на скорой помощи. Не поликлиника. Его путь в медицину был долгим и тернистым. После трех попыток поступления в медакадемию и медколледж и получения двух дипломов о среднем образовании, повара и электромонтера, работы на Северском трубном заводе, он все же поступает в Ревденский медицинский колледж. Успешно его заканчивает и приходит на службу в Полевскую ЦГБ. С тех пор прошло 20 лет. Но стремления спасать людей и быть рядом в момент Че не стало меньше. Что касается реанимации, я до последнего убьюсь. У нас есть протокол, который регламентирует выполнение реанимационных мероприятий в течение получаса. Даже если по опыту знаешь, что человек уже умер и нам его не оживить. А как правило, оживить удается только тогда, когда клиническая смерть наступает в присутствии бригады. Стоит сказать, что профессия медика – это работа не просто 24 на 7. Это особый уклад жизни, где нет выходных и праздников. Это образ мышления. И даже если тебе выпало пару дней отдыха, и ты с семьей отправляешься на пикник у воды в деревню Кладовка. Я наблюдал за своим 11-летним сыном. Смотрел, как он купается, стоя на берегу. И услышал крик мужчины, чей ребенок. Он утонул. Посмотрел в ту сторону. Мужчина стоял со своим малолетним ребенком, которого за руку держал. И поэтому одной рукой ребенка, утонувшего, не мог вытащить. Он ускальзывал у него. Вот мама рядом стояла, увидела, побежала, взяла, вытащила у него ребенка. Малыш без сознания. Игорь Михайлович незамедлительно приступает к реанимации. Вода не вышла. Воды легких не было. Сухое утопление. Часто у детей такое бывает. Когда начинает утонуть, происходит лярингоспазм, гортань сжимается, не попадает вода. Ну и воздух, соответственно, не попадает. Даже если вытащить в этот момент голову на воздух, все равно произойдет утопление. Кладовка – это 30 километров от города. Связи нет. Как и квалифицированной помощи. Игорь Завьялов один на один с пострадавшим. Счет идет на минуты. На кону – жизнь шестилетнего ребенка. Игорь Михайлович провел несколько циклов сердечно-сосудистой реанимации и искусственное дыхание. Все через какое-то время, время не засекал. Ребенок задышал. Потом заплакал. Я отдал его матери. Проконсультировал, что надо делать. Ехать навстречу скорой помощи. Поступить иначе фельдшер не мог. Это его призвание быть всегда на посту. В любой момент прийти на помощь. Обстоятельного разговора с нашим героем сегодня не получается. Телефон разрывается от звонков. Пациенты ждут его консультации и визита. Да. А вы вас запишите, а нет? А, запишу. И вновь Игорь Завьялов спешит на помощь. Ксения Бладенкова, Константин Миронов. Новости 11 канала.